Ваша встреча с трудным клиентом – это встреча двух миров, двух настроений, двух атмосфер. И тут либо ваша атмосфера окажется сильнее, и вы быстро перейдете в конструктив, либо атмосфера клиента просто переварит вашу, и вы сами превратитесь в трудного. Чтобы этого не случилось, у вас должна быть собственная эмоциональная повестка дня. Лучше всего, если в этой повестке будет любопытство, забота, благодарность. На вас будут нападать, давить, кричать. Излучайте любопытство, заботу, благодарность. Вы спросите, как же излучать эти самые любопытства, заботу и благодарность? Начнем с любопытства. Представьте, что кто-то кричит вам прямо в лицо и брызжет слюной. И вместо того, чтобы ответить тем же, вы выражаете неподдельный интерес и говорите, «Хм, что это было?» На вас снова кричат, нападают, а вы в ответ, «Так, а что это было опять?» Вы в недоумении, вы хотите разобраться, вас сжигает любопытство. Поговорим о заботе. Здесь вы целиком забываете о себе и посвящаете себя пострадавшему. Да, я не оговорился. Пострадавший в данном случае тот, кто на вас кричит. Он не справился со своей эмоцией. Его раздирают страсти. И ваша миссия ему помочь. Вы не будете давить, обижаться или кричать в ответ. Вы спасатель. Вы врач. Вы пожарный. Вы пришли на помощь. Мысленно оправдайте человека. Его крик – это не его вина, это его беда. Дайте человеку выпустить пар. Предложите присесть, налить чаю с малиновым вареньем. Найдите способ проявить заботу в моменте. А теперь о благодарности. Парадоксально, но факт – благодарность вытесняет страх. Чем больше признательности вы чувствуете, тем меньше вы боитесь. Но как проявить благодарность, когда на вас льется поток обвинений? Кого и за что тут благодарить? Во-первых, самого собеседника. Это он поставил вас на линию огня. А это значит, вы получите бесценный опыт преодоления конфликта. Во-вторых, благодарите судьбу. Ведь вы кого-то задели, а значит, вы что-то сделали в этой жизни. Тот, кто ничего не делает, никогда не попадает под прессинг. В-третьих, в-четвертых, в-пятых, чем длиннее будет список ваших благодарностей, тем меньше у вас будет желания бить или бежать. Составьте этот список прямо перед неприятной встречей. А во время разговора мысленно благодарите своего клиента. Впрочем, вы можете благодарить и вслух. Искренняя признательность – лучший способ не зависнуть и не войти в ступор. Вы всегда можете сказать «Спасибо вам» или «Хорошо, что вы сказали это именно сейчас» или «Я благодарен вам за эту обратную связь». Выбирайте фразу по ситуации. Главное, чтобы эта фраза не была наигранной. Излучайте искреннее любопытство, заботу, благодарность. Очень скоро вы почувствуете, что атмосфера меняется. Облака рассеиваются. Выглядывает солнышко. Трудный клиент оттаивает. И из-под корки льда появляются первые побеги конструктивного разговора.